Девушки отдыхают До последнего и прямо из аэропорта в родной офис Но не тут-то было Организм всеми способами выражает свое несогласие А в голове не новые проекты и свежие мысли А желание поспать или вообще взять и бросить эту работу Психологи знают, в чем подвох И имя ему – постотпускной синдром Это когда после, казалось бы, отличного отпуска Раздражительность, недомогание и лень Причин этому может быть достаточно много Самое главное кроется в вопросе А нравится ли вообще мне то, чем я занимаюсь? И не менее серьезное А не слишком ли много надежд было на этот самый отпуск? Получается у нас в жизни следующий момент Что мы на отпуск слишком сильно надеемся И у нас получается, что мы живем для отпуска Мы живем в надежде, а вот будет отпуск, я тогда отдохну, заживу, получу удовольствие и прочее И это называется синдром отложенной жизни И отложен он, естественно, вернее, она жизнь до этого самого отпуска И важно, чтобы человек научился вот эту яркость своей жизни Осознанность и отдых включать и в рабочий свой год Тогда на отпуск не будет так много, от него не будет так много этих нездоровых ожиданий Не делайте резких движений, не принимайте радикальных решений Замедлитесь и выделите себе несколько дней на адаптацию Советует психолог Дайте организму привыкнуть к рабочему темпу Обсудите с коллегами свои путешествия И оставьте немного приятных отпускных деталей Например, посещайте хорошие кофейни с утра Как это было в отпуске Сходите на пляж или к массажисту Рабочий сезон лучше наполнить не только работой Да и отнестись к ней, как к возможности получить что-то новое В конце концов, заработать денег на следующий отпуск Кстати, правильным отношением можно вдохновить не только себя, но и детей Ведь им после отпуска тоже предстоит сменить ритм Отправиться в детский сад или школу У Ольги четверо детей Говорит, ничего страшного, так даже проще, чем один или двое К режиму их дня, питанию и обучению она подходит осознанно даже в каникулы Чтобы потом не было проблем Ну, во-первых, я даже когда был отпуск, все равно я стараюсь вот дневной режим держать, да То есть чтобы, скажем так, да, 9 часов спать не ложились, но ложились там пол 11 максимум То есть я не разрешала там совсем до 12 Сейчас тогда мы уже знаем, что все, пол 9 мы чистим субики, и что 9 часов уже пол 10 точно надо будет спать Еда в одно и то же время, сон 8-10 часов, удобное учебное место и позитивный настрой Причем порой родители, а не детей Психологи говорят, очень часто именно они слишком тревожатся и имеют завышенные ожидания насчет ребенка в школе А ему просто нужна поддержка и похвала за конкретные успехи Все дети хотят учиться У них это естественная биологическая потребность в развитии Но до момента, пока они не перестают соответствовать ожиданиям взрослых Ну и немного информации для трудоголиков В среднем, по данным физиологов, организму требуется 2 недели на то, чтобы отдохнуть И это без времени на акклиматизацию и дорогу Так что, если вы выделили себе меньше, шанс быть бодрым и свежим невелик Хотя и при насытиться отдыхом оказывается тоже возможно Через 20 дней организм привыкает и слишком расслабляется Но, уверяют специалисты, развивается человек именно выходя из зоны комфорта Поэтому такие возвращения из отпуска тоже весьма полезны Наталья Карасева и Юрий Жильцов Специально для Кофе Плюс